свой чужой кто атеист куб чтобы это не значило смотрим так то кто атеист ну ка кто здесь самый главный атеист как пел егор летов но правда там был анархист но очень часто это где-то рядом так 18 плюс все кто меньше 18 ушли от экранов так мы не одобряем эти самые всякие оскорбления религии если что приветствую вас цель этого формата рассказать о разных социальных группах в легкой игровой форме тема сегодняшнего выпуска вера двое сидящих здесь убежденные атеисты остальные верующие надо найти и отпиздить атеиста прикольно свой чужой в комнате находится 7 человек пятеро из них действительно являются представителями одной группы но двое оставшихся не те за кого себя вот 5 честных верунов и 2 аметиста надо найти аметиста и сжечь его на кастре в каждом твой участник отвечает на вопрос связанный с их темой после чего по принц ну хотя бы что-то интересное заказали на стриме типу игры в мафию выгоняют того кого большинство посчитала обманщика коротко представьтесь и расскажите как вы пришли к вере здравствуйте меня зовут маша мне 18 лет я родилась православной семье поэтому когда пришло время мне самой выбирать верить или нет я выбрала верить потому что я не представляла свою жизнь уже без этого она кстати может атеистка оказывается у меня зовут ли он мне 18 лет и у меня похожа ситуация потому что отец мама верующие в роду меня тульские священники до революции вот и в общем то когда я переживал пубертат знаете люди свойственно противопоставлять себя родителям их идеям занимать противоположную позицию но мне как-то страной обошло и да очень-то я верующий человек он тоже может оказаться атеистом меня зовут богдан мне 27 лет я музыкант и клоун и занимаюсь театром я не могу назвать но он верующий потому что он клоун 8 летом религиозной но крестили меня когда я был еще маленький и соответственно типа никакого никакого выбора не было а потом наверное в связи с профессией я просто начал именно вот к слову вера относиться совершенно по другому и начал видеть в этом какие-то определенные смыслы и наверное не так давно я вот как-то более осознанно пришел вот к вере он верующий если понятно рассказал и по ламброза он вор и сестры меня зовут аня мне 22 года так получилось что я родилась за границей и мои родители меня отдали в частную католическую школу я никогда себе не задавала каких-то осознанных вопросов вплоть до одного большого дня моей большой трагедии когда при трагических обстоятельствах погиб мой папа тогда я начала искать ответы на вопросы почему так произошло и находила именно их от свечения в свеченных писаниях библии и слове божьем и до сих пор считаю она может быть атеисткой это собственно единственный ответ именно вопросы и это держит меня в рамках и освещает пишет верни верните нытика не это нихуя не понимаешь в топ контенте это это хотя бы интересно тут тут надо вычислять короче этих атеистов которые притворяются верующими это прикольно это мой дальнейший путь несмотря на весь мрак меня зовут короче из четырех кто выступил трое могут оказаться атеистами но атеистов всего двое в этой аудитории пишут скорее надо верующих вычислять а не атеистов не но атеистов всего двое потому понятно два атеиста остальные верующие то есть вот чувак который клоун он скорее всего верующий илья у меня родители не сразу пришли к вере то есть когда ему уже было по 40 лет но этот верующий потому что он фенотипический в принципе такой похож на очень религиозного человека почему они пришли в том числе к вере потому что мое появление на свет это было своего рода чудом так как моей маме сказали что детей у нее не будет вот а мой будущий крестный батюшка не благословил их брать ребенка это верующий из детдома вот и как оказалось когда он не с ним общались и я уже был уже запрограммирован вся моя жизнь была как-то так построена что все пересекалось и с богом и с верой и какие-то маленькие чудеса в жизни происходили даже были такие моменты в жизни когда я казалось бы сомневался сомневался в своей но потом возвращался снова меня зовут катя я наверное как и многие здесь вросла в православной семье и меня тоже в детстве покрестили она верующая а потом я стал думать почему не спрося меня в определенную веру религию засунули и я стала искать смотреть и узнавать про другие религии и очень долго не ходила в храм в православный и случилась одна ситуация после которой я поняла что это религия которая мне близка понятно и наверное не зря так случилось что с детства меня именно к ней относили меня зовут влад в принципе аналогично к вере пришел с детства так как меня крестили ну действительно происходили такие ситуации в которых я понимал что бог есть что я молюсь не зря и ну он верующий короче атеисты они где-то в левой части аудитории затаились собственно говоря поэтому я верю богу вы ответили на вопрос предположите кто из вас не тот за кого себя выдает я пока воздержусь потому что мне все точки зрения вот она может быть атеисткой показались и чувак который рядом с ней он точно атеист скорее всего близкими и понятными поэтому мне сложно сказать кого бы я подозревала я тоже воздержусь пока но мы же все равно играем как бы да и может быть так в чате пишут моя ставка девка в розовом и чувак в белом аметисты не нифига они оба верующие короче моя ставка что они оба верующие и чувак в белой футболке и девушка в розовом они верующие так что ты мне кажется не прав но сейчас их же будут выгонять да или как то то есть наверное это выяснится ведь это прозвучит глупо но есть ощущение что позиция твоя ли он то что ты решил выдвинуть как аргумент то что у тебя есть родственники и священники показалось мне как-то суховато мало страсти тебя нет джизос нет я не в этом смысле у атеистов как я читал в книжках очень такой математический склад ума да охуенно я сам атеистов никогда не видел как бы но я читал в книжках что у мать атеистов математический склад замечательно то есть это этот как бы чувак который представился клоуном он по всей видимости не только сам не атеист но он еще никогда в жизни не общался с атеистами и не видел живого атеиста ему надо было это у максима доши показать как с канала доброум блять который шоуе ппш наверное моя очередь в начале я подумала на влада математический склад ума блять но сейчас у меня есть веские аргументы вот эта девушка может быть атеисткой кстати считать что это ты богдан да в книжках читал про атеистов мне кажется что мне кажется что ты не только это читал в книжках вот окей я бы пока не стал пороть горячку поэтому я пока воздержусь простили он но мне тоже кажется что это ты потому что как то ответ был короче они выкупили они выкупили этого чувака он атеист даже сами верующие они поняли достаточно краток и ну не знаю не зацепим вот меня упрекнули в миг сухости вот Богдан сказал про то что у меня как сказал математический склад ума верить в бога человеку его склад ума математически нисколько не мешает и среди людей науки физиков биологов математиков достаточно людей верующих вот я верю всем на самом деле но так как это игра нужно голосовать и я сделаю выбор против Богдана я даже не знаю я могу рассказать какие-то истории которые меня не знаю поразили потому что они произошли со мной буквально недавно и я вернулся вот только что с паломнического пути представляете я поехал в Испанию по пути святого Якова мы приезжали очень много разных церквушек и на одной из них там были два колокола и с одного колокола свисала такая цепочка и я просто не смог удержаться от того чтобы в горах знаете мне позвонить колоколу тебе разрешили? там никого не было это была заброшенная церковь там все и дело то есть это такая горная тропа и ну никого нет я сделал это и вы даже я не знаю как вам описать как это храм не действующий то не действующий да это был прям совсем заброшенная церквушка если если я помог вам понять что мое короче он верующий отношение к вере оно очень конкретное на самом деле какая Испания ну бля он католик может быть алло чё в в в Испании как бы нет верующих людей что ли ты думаешь во время гражданской войны всех убили Время голосования подняв руку проголосуйте против ну мне кажется он никого не убедил потому что ну ну достаточно таких таком субъективном религиозном опыте рассказывать собственном да и для других людей это может не очевидно быть ну короче я думаю что Леон атеист а Богдан верующий у из номинированных Леон Богдан Богдан пожалуйста покажите свою карточку к сожалению вы ошиблись мне просто показалось что я слишком вот так а почему у них на карточке крест или у верующего другой конфессии будет этот самый как бы другой знак символ его религии или тут все как бы христиане верующие чё реально как ты говоришь знаешь убеждаешь и вот эмоция это единственное что у меня ассоциируется с верой ребята расскажите мне потом как чё господи помилуй перейдем к следующим веруна выгнали видите а надо было за вот этого чувака в клетчатой рубашке голосовать он атеист вопросу должна ли религия быть частью школьной программы Леон начнем с вас смотря какой предмет есть если преподавать религиоведния то чем отличается от теологии богословия религиоведния смотрит на религии в совокупности делает это трезво и непредвзято вот я за то что за такой трезвый сухой подход хоть и человек верующий не должно быть такого чтобы детей заставляли учить и учить молитвы да молиться вот типа религиоведния у меня были занятия по катехизису в детстве она может быть атеисткой была возможность узнать о разных религиях как раз и о том чем они отличаются и как раз ну например мне это помогло как бы прийти к той религии которую как сказать я придерживаюсь это расширяет как бы кругозор маленьких детей маленьких душ поэтому только только за вот я учился в православной гимназии я ее уже окончил это верующий я на самом деле видел что такое когда человека заставляют действительно учить какие-то катехизисные детали кто считает себя верующим это да а если человек только думает потихоньку подходить брать какие-то примеры из библии ну например ну опять же о воспитании самого человека то есть я не знаю ну вот как взято оттуда иисус христос сказал если как хочешь чтоб с тобой поступали люди так и ты поступай с ними то есть вот такие вот моменты брать не наваливать как снег на голову а именно потихоньку ну я буду говорить про себя так получилось что у меня прекрасный есть крестный отец который как бы она верующая занимался моим духовным воспитанием в детстве и водил меня в церковь водил меня на причастие и вот какую-то любовь к этому это мне кажется задача духовных родителей крестных и они это должны прививать а в школе обязательно бы я включила в программу историю религии и знакомство с библией потому что большинство произведений искусства основаны на библейских сюжетах и как бы человек образованный просто ну мне кажется что он должен это знать я хоть человек и верующий но считаю что это тоже веру в принципе с детства людям ну не обязательно знать историю религии что-то еще я считаю что на самом деле до конца 0 0 0 0 0 0 Субтитры создавал DimaTorzok